Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом своего шоколадного ганаша. Делать его можно как на шоколаде, так и на глазури. Какой вы будете использовать глазурь либо шоколад, я имею ввиду белый, темный, либо молочный, не имеет значения. Пропорции всегда оставляю одни и те же. Итак, мы возьмем 500 грамм шоколада и 270 грамм сливочного масла. У меня 82%, также, конечно, можно использовать 72%. Чем будет больше жирность вашего масла, тем более пышный получится у вас в итоге шоколадный ганаш. Делается он очень просто. Мы просто-напросто можем растопить наши капсулы шоколада в микроволновой печи на режиме разморозка. Или можно воспользоваться паровой баней. Так, выбирайте сами, как вам удобнее. Ну что ж, давайте начинать. Для того, чтобы растопить шоколад, воспользовалась я микроволновой печью. Топила на режиме разморозка в течение одной минуты. Сейчас мы его хорошо размешаем и поставим еще на одну минуту в микроволновку для полного растворения. Вот, смотрите, шоколад полностью растопился. Мы должны обязательно его хорошо размешать, чтобы избежать нерастворенных дропсов. Если все хорошо у вас растворилось, значит оставляем наш шоколад и остужаем его до комнатной температуры. Как только он достигнет 33 градуса комнатной температуры, мы можем вводить в него масло. Масло тоже обязательно должно быть комнатной температуры. Размешиваем просто все лопаточкой и отправляем в дежу миксера. Взбиваем мы наш шоколадный ганаш на первой скорости миксера в течение 10-15 минут. Вот, смотрите, масса у нас стала однородной. Теперь нам нужно просто-напросто накрыть пленкой в контакт и оставить на 5-6 часов для того, чтобы ганаш полностью созрел. После того, как прошло 6 часов, можно приступать ко второй части приготовления нашего ганаша. Мы с вами собираем со стенок миксера весь ганаш в центр, для того, чтобы он равномерно взбился. И взбиваем его на второй либо третьей скорости в течение минимум 20-30 минут. Нужно ориентироваться по мощности вашего миксера. В течение этого времени мы периодически останавливаемся и снимаем со стенок ваш ганаш, для того, чтобы масса у нас была как можно более пышной и однородной. Прошло 40 минут и теперь можно выключить миксер. Посмотрите, какой невероятно пышный получился ганаш. Сейчас он увеличился как минимум в 2,5 раза. И теперь я хочу вам показать, какая невероятно шелковистая текстура получается у нашего ганаша. Какой он пышный и воздушный, вы даже не можете себе представить. Обязательно попробуйте данный способ и вы убедитесь, что работать с данным ганашем одно удовольствие. Я с вами прощаюсь, буду ждать с нетерпением ваших комментариев по поводу данного ганаша. Надеюсь, вы его обязательно попробуете и напишите, понравился вам он или нет. Если вы были с нами сегодня впервые, значит обязательно подпишитесь на мой канал и конечно же нажмите на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!